Доброе утро физкульт! Привет! Здравствуйте еще раз. Скажите пожалуйста, а вы любите сказки? Инструктор физкультуры в 58 детском саду использует свою методику занятий. В мире спортивной сказки грустные и часто болеющие дети превращаются в жизнерадостных и здоровых. Она очень творческая. То есть любое физкультурное занятие, она может рядовое занятие, скажем так, превратить в интересное приключение, в захватывающее путешествие, в волшебную сказку. И в этом ее изюминка. Но Наталья занимается дошколятами не только физкультуры. Ее педагогическая находка, благодаря которой собственно и обошла 14 конкурентов на краевом конкурсе воспитателей, это туристическая деятельность. Иными словами, детсадовцы знают и как костер развести, и как узел завязать, и даже палатку поставить. А еще раз в месяц ходят в походы за территорию детсада. Это парк юбилейный, который сейчас очень красив, после того, как его, скажем, отреставрировали, отремонтировали. Это стадион-лабиринт, где есть зеленая роща, гимназия номер 80, там прекрасная рябиновая роща. И близлежащие социальные объекты. Мы знакомим детей с нашими микрорайонами, потому что большинство детей из нашего детского сада пойдут в наши школы, которые здесь находятся. Мы показываем им безопасные пути. У Никишиной занимаются уже целыми семьями, хотя в детском саду она работает всего 9 лет. Меня старшая сестра назвала Наташей в честь Натальи Викторовны. Моя старшая сестра тоже ходила в этот детский сад. Благодаря Наталье Викторовне старший сын полюбил физкультуру, стал более активным, более уверенным в себе, занялся баскетболом. Средний сын уже маленький спортсмен, занимается гимнастикой, имеет спортивные разряды. Наталья рассказывает, все участники конкурса «Воспитатель года» были достойны победы. Ей просто улыбнулась удача, хотя готовилась она долго и упорно. Думала, как выгоднее показать свои педагогические находки, изучала авторов, работающих по той же тематике. Конечно, было непросто. В 7 утра ты уже нарядный, с хорошим настроением, неважно, что ты спал или не спал, ты приходишь к детям незнакомым. Тебя дети видят первый раз. И как оно к незнакомым детям? Ну, когда ты работаешь с детьми, дети, они все отзывчивые, все одинаковые. То есть реакция детей, ну, меня порадовала. В сентябре Наталья представит Алтайский край в Волгограде на всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Коллеги и воспитанники верят в ее успех, а пока Наталья вместе с семьей собирается в свое туристическое путешествие. Именно на поездку планирует потратить денежный приз конкурса. Но не весь часть отдаст любимому детсаду, ведь ее победа – это, по сути, общий успех коллектива. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.